Главное предложение только с сегодняшнего дня. Это красивый эффектный головной убор, выполненный из королевского меха кролика Рекса. Данное предложение не является чем-то баловством. В нашей стране это является необходимостью, поэтому каждая красавица, надевая такой головной убор, будет себя чувствовать максимально комфортно и защитить свою голову от непогоды. Данное предложение выполнено у нас с вами на основе трикотажа, что обеспечивает нам не только сохранность головного убора, но и также тепло, ведь здесь у нас с вами 85% шерсти. А за счет именно английской вязки головной убор является единого размера, поэтому сегодня мы не будем с вами выбирать размер, а будем выбирать только цвет. У меня в руках один из самых роскошнейших серых оттенков, хорошо сочетается с главным цветом этого года, красным, поэтому я сегодня облачился именно в эти оттенки, поэтому серые сегодня буду для вас рекомендовать. Помимо серого у нас с вами также будет красивый представлен синий оттенок, он больше напоминает голубиное крыло или крыло утки. Ну и, конечно же, у нас с вами завершит данную палитру нежный коричневый, напоминающий сладкое кофе макеата, когда добавляется в него немного шоколадного сиропа. Головной убор представлен по цене 1999 рублей, и напомню, этот головной убор представлен в этом году впервые. Он полностью является эксклюзивным, и цена тоже эксклюзивна. Хотя мне не изменяет память, эта цена за головные уборы у нас с вами была всегда, то есть доллар растет, евро за ним тоже поспешает, а мы с вами цены не меняем, поэтому телеканал Шопеншоу делает для вас все самое лучшее. Мы будем согреты с вами до минус 30 градусов, а это значит, что наша голова будет всегда светлыми мыслями и чувствовать комфорт. Также наши волосы останутся с охранами, ведь как раз таки в зимний период они у нас с вами подвергаются большому натиску вредного температурного режима, холода и, конечно же, осадков. Главное предложение сегодняшнего дня – головной убор, выполненный в виде красивого восточного убранства. Его можно называть челмою, можно называть его тюрбаном, но при этом у нас с вами данное предложение за счет того, что не имеет, в принципе, границ, где затылочная, где лицевая зона, мы с вами можем, например, брошкой надеть на затылочную часть и головной убор просто превратится в округлую шапочку или такой напоминающий кружевной берет. Почему буду называть сегодня меховое кружевное изделие? Потому что оно полностью выполнено из ажурного трикотажа, на который насаживается у нас с вами кроличий мех. Причем данное предложение изготавливается только вручную и на одно головной убор уходит до 8 часов работы. Сначала выдаются шкурки швея, она их нарезает, выкладывает их на полотно в виде композиции и только после этого вручную сшивает. Ну а теперь давайте поговорим как раз-таки о кроличьем мехе, который здесь является самым главным у нас с вами. Еще во Франции в 1919 году был выведен именно такой вид кролика. Кстати, его основателем был обычный дикий серый кролик, который живет в обычной дикой природе. Его скрестили с домашним, и тогда появилось вот такое небольшое отклонение, которое стало результатом того, что сейчас в мире моды кроличий мех, именно порода рекс, является самым популярным. Отклонением стало то, что именно у этой породы кролика или потомства нет остевого меха, то есть нет разнопланового, торчащего в разные стороны волосинок. Здесь всегда однородная пушистая фактура, поэтому его еще иногда называют бархатным или его еще называют плюшевым. Поэтому в данном случае у нас с вами изделие имеет красивую композицию, целостность, за счет отсутствия отстевого меха, а только опушка изделия максимально теплая, и вы внизу видите как раз-таки информацию о том, что до минус 30 градусов. Почему я сегодня не затрагиваю слово, а как выбрать размер? Потому что мы его не выбираем. От 52 размера головы до 60, это стандартная форма головы, она может быть с небольшими отклонениями, в любом случае головной убор идеально садится. Именно за счет трикотажной основы, которая, кстати, здесь тоже выполнена из натурального продукта. Здесь добавлена овечья шерсть в пряжу. Я для вас делаю даже замерчик. Мы с вами растянем просто головной убор от одного края до другого. То есть смотрите, если я не тяну, то в полуокружности у нас уже 33 сантиметра. А представляете, растяжимость до 54. То есть мы с вами получаем по факту полметра в окружности головного убора. При этом вы будете его носить так, как вам хочется. Носить его брошью вперед, брошью вправо, брошью влево. Можно брошью на затылок, можно драпировать. Или с помощью других аксессуаров закреплять и видоизменять конструкцию. 1999 рублей. Впервые сегодня в этом сезоне представлен меховое изделие. Мы еще с вами не начинали предлагать зимние куртки, но уже предлагаем такое эффектное предложение, которое представлено из натурального меха. Я, кстати, для того, чтобы быть сегодня неголословным, пробежался по магазинам, точнее маркетплейсам, и посмотрел, сколько стартует головные уборы сейчас. 4, 5, 6 тысяч рублей. Это чаще всего однотипная форма с небольшим пумпоном, либо украшением в виде меха. Что касается головного убора, который практически на 99% занимает пушнина, у нас с вами стоит в магазинах уже в среднем до 10 тысяч рублей. А также я еще проверил на официальных рынках, сколько стоит шкурка кролика. В данном случае одна шкурка кролика породы Рек стоит 5500 в среднем, и самая высокая позиция до 10 тысяч рублей. Здесь у нас с вами данное предложение всего лишь за 1999 рублей. Но мы с вами уже положили в корзину серый цвет, кто-то положил синий, кто-то коричневый, а кто-то даже сделал выбор в два цвета. Кто-то взял синий серый, коричневый серый. Я сегодня буду рекомендовать именно серый оттенок. Почему? Потому что это самый нейтральный и самый универсальный цвет пушнины. Потому что чаще всего очень сложно подогнать, например, норочную шапку под пальто. То воротник отличается от другого меха, и как-то смотрится это негармонично. Поэтому серый цвет предлагаю в первую очередь. Ольга Волгина, у нас с вами Саратов, в прошлом году купила такую шапку. Очень довольно тепло и красиво. Да, это действительно так, в ней тепло и красиво. Во-первых, тепло нам создает овечья шерсть на основе трикотажной шапки. Плюс она выполнена не в плотной вязке и не сидит, как резинка, а имеет отверстие. А это тоже положено. То есть головной убор не должен быть монолитом. Почему, кстати, затрагиваю эту тему? Помните шапки, которые были сделаны на специальных болванках? Я помню, даже еще была традиция. Помню, маме такую покупали на рынке, папа покупал себе. Такой головной убор, снимая с головы, оставлял именно мокрую голову. Здесь голова дышит, не замерзает. Красивый, элегантный образ и, конечно же, модный в этом сезоне тюрбан. И всего лишь за 1999 рублей. Я очень рад вам сегодня представлять именно такое драгоценное предложение, которое, кстати, европейцы русским запретили. А мы не можем себе это запретить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова